С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 1 июля. Первоначально месяц июль назывался от латинского 5. В 45-м году до нашей эры был переименован в честь Гая Юлия Цезаря, который в этот месяц просто родился. Исторически европейские названия июля включают его старо-французское обозначение «маленький июнь» и древнегерманское название «месяц сена». В древнерусском календаре до утверждения христианства месяц назывался «червень», собирали червица, также липец, зацветала липа. В украинском он и сегодня называется «лыпень», а в чешском «червенец». Народное прозвание «макушка лета» пришло из кельтского. Название же июля в церковных книгах и улей перешло на Русь из Византии. Сегодня, 1 июля, день ветеранов боевых действий. Это день памяти всех, кто воевал за Россию в разных воинах и вооруженных конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Также сегодня день празднования добровольного вхождения Бурятии в состав российского государства. В настоящее время считается, что первый шаг присоединения Бурятии к России был сделан в далеком 1627 году, когда енисейский воевода Петр Бекетов основал здесь первое русское поселение – Рыбинский острог. А родившийся в этот день в 1646 году появляется на свет Готфрид Вильгельм Лейбниц, немецкий философ и математик. Именно он придумал интегралы и дифференциалы, основатель Берлинской академии. В 1889 году появляется на свет Вера Игнатьевна Мухина. Она единственная женщина-скульптор, пятикратный лауреат сталинских премий в области литературы и искусства, автора одного из главных символов СССР – рабочего и колхозницы. Мухина придумала форму советской пивной кружки. Также она усовершенствовала форму граненого стакана. И первая партия по ее чертежам была выпущена в 1943 году. В 1925-м рождается Клара Лучко, актриса, народная артистка СССР, кубанские казаки, большая семья, 12-я ночь, Ференс Лист, ларец Марии Медичи, лауреат государственной премии СССР. 1961 год в этот мир приходит Карл Фредерик Карлтон Льюис – американский легкоатлет, девятикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге и прыжках в длину и восьмикратный чемпион мира. Один из немногих спортсменов, которые сумели завоевать золото на четырех олимпиадах подряд в одном и том же виде. Трижды подряд признавался лучшим легкоатлетом мира. 1961 год рождения принцессы Дианы – одной из самых известных женщин 20 века, чья трагическая судьба оставила след в сердцах современников. Став женой наследника королевского престола, она столкнулась с изменами и предательством и не побоялась обнажить перед миром лицемерие и жестокость британской монархии. Так писали тогда газеты. Тогда – это когда Диана погибла. А именно трагическая гибель принцессы воспринята многими как личная трагедия. Ей посвящено огромное количество книг, фильмов и музыкальных произведений. 1967 год. В этот мир приходит Памела Деннис Андерсон Ли, канадская фотомодель, актриса, помните «Спасатели Малибу», шесть раз появлялась на обложке журнала «Плейбой», когда-то это считалось очень важным, снималась в видеоклипе группы «Аэросмит». Событие дня. 1 июля 1535 год. Находившийся более года в тюрьме Тауэра автор знаменитой утопии Томас Мор предстает перед судом. В застенок он был брошен за отказ признать так называемый акт о верховенстве. Этот акт провозглашал короля главой английской церкви. Суд единогласно признал Мора виновным в государственной измене и приговорил к смертной казни. Взойдя на плаху, он обратился к палачу. Шея у меня коротка, так что целься хорошенько, чтобы не осрамиться. В 1935 он причислен к лику святых и все мы ценим добро, лишь теряя его невозвратно. Эти слова принадлежат Томасу Мору. 1862 год. Открыта Московская публичная библиотека. Позднее библиотека имени Ленина, а ныне государственная российская библиотека. В этот день императором Александром II было утверждено положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме. Коллекция, собранная графом и дипломатом Румянцевым, стала началом комплектования и организации фондов, которые специально для этого перевезли из Петербурга в Москву. Ну а сегодня национальная библиотека страны крупнейшая публичная библиотека в России и Европе и одна из крупнейших библиотек мира. 1997 год. Гонконг вновь часть Китая. Сянган по-кантонски Гонконг означает ароматная бухта. В течение 155 лет эта территория находилась во владении Великобританией. В 1842, потерпев поражение в англо-китайской войне Китай отдает Гонконг англичанам в аренду на 99 лет. С этого дня территории предоставлена широкая автономия до 2047 года. КНР берет на себя вопросы обороны и внешней политики территории, в то время как Гонконг оставляет за собой контроль над законодательством. Однако сейчас ситуация в регионе меняется и вполне возможно совсем скоро мы увидим еще один Гонконг. Новый, по новым правилам или по хорошо забытым новым правилам. В 1998 году в России восстановлен орден Андрея Первозванного как высшая награда страны. Учрежден он в 1698 или 1699 году Петром Первым и до учреждения в 1714 году ордена Святой Екатерины являлся единственным орденом Российской империи. Первым кавалером стал дипломат Федор Головин в 1699. Всего же за время существования ордена его кавалерами стали по разным источникам до 1100 человек. В 2009 году в России вводится федеральный запрет на азартные игры. Работа казино и залов игровых автоматов была разрешена в четырех специальных зонах. До этого наибольшее число объектов игорного бизнеса находилось естественно в Москве. Так, до введения запретов столица работало 546 объектов игорного бизнеса, а именно 30 казино и 516 залов игровых автоматов, работу которых обслуживало около 40 тысяч человек. Ну и еще одно событие дня. В 1969 году Дания становится первой страной в мире, где была полностью легализована порнография. Местные законодатели признали ее искусством. Чуть позже это произошло в Норвегии и Швеции и в какой-то степени в Германии. Страны, где запрет на порнографию юридически сохраняется, но на деле не применяется, Австрия, Нидерланды, США и Франция. А вот в Австралии, Великобритании, Испании, Канаде и в России сохраняются весьма серьезные ограничения. Трактовки самого понятия порнография тоже разные. Где-то я прочитал такую, что порно это вульгарно-натуристическое непристойное изображение половой жизни. Сегодня жители столь оригинальной Дании могут совершенно свободно как снимать порнографию, так и распространять ее. Материалы для взрослых можно купить на любой автозаправке, под запретом только детское порно и продажа лицам, не достигшим 15 лет. В России же никто не отменял статью 242 Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность за распространение порнографических материалов. Но четкого указания или опять же определения порнографии эта статья до сих пор не имеет. А может быть просто все зависит от нашего воспитания и собственного ума? Отвечать на этот вопрос придется каждому. С вами был Николай Пиненко в проекте Дата.